На восьмом месте у нас новости по поводу обуявшей Россию манией Трампа. Я уж даже не знаю, как это получилось. Я-то сам живу от России вдалеке, да, если в России бывают, ухожу только партизанскими тропами. Поэтому я не знал, что американский избранный президент Трамп настолько популярен в России. Короче говоря, из большого количества новостей относительно популярности Трампа в России и всяких предложений насчет того, как бы его обрадовать, умаслить и увековечить, я выбрал два. В петербургской казачьей парикмахерской, оказывается, бывают такие, предложили делать прически под Трампа. То есть вы знаете, что казаки вообще славились своими чубчиками. И в фильмах они так снимались, то есть сверху попах, а из-под нее такой чубчик. В общем-то, то, что находится на голове у Трампа спереди, это тоже своего рода чубчик. Конечно, не совсем казацкий, но при желании можно и так его представить. Утрампуем как надо, рассказал атаман городского казачьего общества Андрей Поляков. Ну, надо прямо сказать, что, конечно, никогда в Петербурге казаков не было, так что откуда взялось это общество, тоже не очень понятно. Казаки пока не определились с названием стрижки, но есть два рабочих варианта. Один – трампочес, второй – волос Америки. Ну, и второй случай трампомании в России – это уже из Рязани. Активные инициативные жители города Рязань предложили переименовать вторую безбожную улицу этого города в улицу Дональда Трампа. Само по себе название улицы «Безбожная» противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. Видите, какие грамотные рязанчане, да? Или рязанцы? А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей. Советственно, «Безбожная улица» в улицу Трампа. Ну, слава богу, хоть что Трампа, а не Рамзана Кадырова. Но популярность этого американского деятеля, конечно, зашкаливает. Посмотрим, что скажут казаки Петербурга, активисты Рязани, депутаты Госдумы и многие-многие другие. Ну, хотя бы через полгода после того, как большой друг России Дональд Трамп начнет что-нибудь такое делать, а не только разговаривать. Вот тогда увидим, насколько большой он друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.